Секта леглокеров и свидетелей леглоков увеличивается и увеличивается. Существует мнение, которое я здесь слышал уже сегодня в зале, что скоро все джиу-джитсу сведется к леглокам и вообще скоро ги отомрет. Не знаю, считайте... Если вы считаете так же, что ги скоро отомрет, а все джиу-джитсу сведется к леглокам, напишите в комментариях, поставьте плюсик. Если считаете иначе, напишите почему. Но по большому счету, если остатываться от концепции, что рано или поздно вот эта классическая одежда для джиу-джитсу ги, то есть кимоно, отойдет, значит половина техник, которые сейчас еще на волне, лапельчики, вот эти вот все дела, тоже отмирают. И, разумеется, в ноу-ги при работе там из гарда само собой возникает необходимость атак на ноги. Ну а если можно атаковать ноги, то можно переставать проходить гард, можно вообще переставать позиционно бороться, просто постоянно охотиться за ногами. Вот такая версия сегодня прозвучала в зале. Если человек не захотел это повторять на камеру, поэтому я ее сейчас повторяю, и не вздумайте подумать, что это моя мысль, потому что мне вообще в принципе по***ло глокер. Ну или во всяком случае пока. Все просто, людям интересны разные вещи. Людям интересны разные вещи. Всегда будет группа фанатов ги, обязательно. Где-то нау-ги будет забирать популярность, где-то, может быть, из-за какого-то фактора ги на время обретет там какую-то большую популярность. Может, нет. Но то, что оно не исчезнет полностью, это 100%. Ребят, косан-дзюдо не исчезло полностью. Аргумент мой. Косан-дзюдо не исчезло полностью. Есть даже в федерации косан-дзюдо. Лута-ливры не исчезло полностью. Оно типа где-то есть. Ну это как бы оно где-то есть, но никто не знает где. Я не знаю, где просто джиу-джитсу-ги гарантированно не исчезнет полностью. Людям интересны разные вещи. Ги уже часть привычки. Другое дело, что мне кажется, пора перестать считать это одним видом спорта. Ну, это понятно, что это все джиу-джитсу, но нау-ги и ги весьма серьезно разные. Вот я, например, раньше считал, ну и все время как бы культивировал ту мысль, что борьба одинакова, независимо от формы одежды, руки и ноги гнутся в одну и ту же сторону. Смотри, базово вольное джиу-джитсу местами где-то похоже, но это разные виды борьбы все равно. Принципы будут общими, но захваты, тактика, варианты взаимодействия все-таки будут различаться. Так и в ги и в нау-ги джиу-джитсу. Ну окей, если, допустим, в Российской Федерации название вида спорта грэплинг уже занято, как будут называться эти два вида спорта, если джиу-джитсу разделится на два? Нау-ги джиу-джитсу. Зачем что-то выдумывается? Нау-ги джиу-джитсу. Это нау-ги джиу-джитсу. Всем спасибо. Спасибо.